Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о лисе что мы знаем о ней ну то что рыжая хитрая все знают что обманула ворону и перекусила колобком ни для кого не секрет но это сказки а как дела обстоят на самом деле вот об этом мы сегодня и поговорим поехали рот лисиц это целое собрание патрикеевн которые кстати как это бы не казалось странным относится к семейству псовых да да именно к ним так что лиса у нас двоюродная сестра волка и скорее всего троюродная сестра нашим верным друзьям собакам и на деле не всегда рыжие плутовки рыжие они бывают совершенно разных цветов но самая распространенная именно героиня сказок рыжая лиса и раз она самая распространенная и мы ее все хорошо знаем но многое о ней не знаем в основном будем говорить о ней и так сегодня у нас гостях рыжая красавица алиса леса также это рыжая плутовка фигурирует под прозвищами лисица обыкновенная или просто рыжая леса но чтобы другим лисам было не так обидно хотя мы обязательно и о них поговорим перечислим какие же есть они еще на планете земля в роду у лисиц 12 видов это бенгальская лисица афганская лисица южно-африканская леса корсак она же степная леса тибетская лисица обыкновенный писец да оказывается он тоже леса американская лисица африканская песчаная американский корсак и фенечек и конечно же обыкновенная рыжая и некоторые к ним относятся еще и гривистого волка подробнее про всех этих хитрюк мы расскажем отдельно а сегодня речь о близкой к нам по ареалу рыжей лисицы начнем с красоты дикая красная или рыжая лисица обитает по всей евразии и северной америке характеризуется рыжая краской различных оттенков варьирующих от огненно-рыжей до почти серый грудь у рыжих лисиц белая или светло-желтая брюшка белая или рыжая как и бока или с черным питом на рыжем фоне уши и конец лап черные конец хвоста обычно белый по хвосту они редко и по всему телу разбросаны отдельные черные волоски подпушь на всем теле серая или коричневая разных оттенков часто с различной окраской верхней и нижней части для большинства рыжих лисиц характерно наличие остевых волос с осветленной или чисто белой зоной расположенных на спине и боках только среди огневок встречаются особи у которых такие волосы отсутствуют а огневки это такой можно сказать подвид лисицы леса огневка названа за свой огненно-рыжий окрас без светлой ряби по бокам и спине огневку даже выделил зоолог александр мидендорф в отдельный подвид анадырской лисицы на азиатском побережье берингового пролива еще в 1875 году места обитания этой лисицы анадырский край курильские острова и сахалин но родиной огневки является камчатка именно здесь она себя чувствует особенно привольно нередко рыжие лисицы имеют седину чисто белые кроющие волосы разбросанные по всему телу и белые пятна на груди животе и лапах у лисиц как и у других животных встречаются и альбиносы у альбиносов нет пигмента меланина в связи с тем они полностью белые кроме полных альбиноса встречается лауцисты это когда частично или полностью отсутствует пигментация что придает им довольно блеклый внешний вид в связи с непредсказуемостью пигментации у этого окраса нет единого стандарта есть еще лисы мутанты но не те о которых вы подумали наибольшее распространение в звероводческих хозяйствах получили лисы несущие гены вызвавшие появление черной окраски известны две мутации определяющие серебристо черных и черно бурых лисиц первая возникла среди диких лисиц в канаде вторая у лисиц евразии и на аляске идентичность генотипов евразийские черно бурых лисиц и аляскинских серебристо черных была доказана соответствующими скрещиваниями как уже говорилось наша плутовочка из семейства псовых хоть на собаку она и не похожи да и на волка тоже да и вообще леса она и в африке леса так ученые подумали подумали и решили это леса и рыжая наиболее распространенный и самый крупный вид рода лисиц длина тела от 60 до 90 сантиметров хвоста 40 60 сантиметров масса до 10 килограммов лисичка хотя и принадлежит к типичным хищникам питается очень разнообразным меню среди пищи которая она употребляет выявлено более 400 видов одних только животных не считая несколько десятков видов растений но предпочитает она все же мышат индивидуальный участок который занимает пара или семья лисиц должен обеспечивать их не только достаточным количеством еды но и быть пригодным для постройки квартир обычно лисицы роют норы сами или что случается чаще отжимают норы у барсуков сурков песцов и других роющих животинок приспосабливая их к своим нуждам а в сказках нам рассказывали что рыжая рейдерша выгнала из дома зайку но кто смотрел видео про зайца знает они не живут ни в домах не в норах на то они и сказки а в серых реалиях бывают случаи когда лисица живет в норе одновременно с барсуком но в разных комнатах так сказать квартира съемщица подобно волку что-то же должно быть от брата лисица принадлежит к моногамным животным которые размножаются только один раз в год время гона и его эффективность зависит от погоды и упитанности зверей бывают годы когда до 60 процентов самок остаются без потомства еще зимой лисицы начинают поиск мест для того чтобы вывести молодняк и ревностно охраняют их без хозных нор в это время практически не бывает и как правило за одной самочкой часто ухаживают по два-три самца и между ними происходят настоящие поединки заканчивающийся обыкновенной дракой еще бы не подраться из-за такой рыжей принцессы одно можно добавить что лисы хорошие родители самцы принимают активное участие в воспитании потомства а также заботиться о подругах еще до появления лисят они благоустраивают норы даже ловят у самок блох и после таких-то ухаживаний при хорошем жилье неплохо обзавестись потомством и если все хорошо после 50-60 суток появляются лисята выводки насчитывается от 4 6 режет до 12 щенков покрытых темно-бурой шерстью внешне они напоминают волчат но отличаются белым кончиком хвоста в двухнедельном возрасте лисята начинают видеть и слышать у них прорезаются первые зубки воспитание лисят принимают участие оба родителя отец и мать проявляют в это время крайнюю осторожность и в случае угрозы немедленно перенесут детенышей в запасную нору также они вынуждены охотиться круглые сутки чтобы прокормить потомство подрастающие щенки очень любознательны и рано начинают отлучаться от дома и часто встречаются далеко от него будучи еще совсем маленькими полтора месяца мать кормит лисят молоком кроме того родители постепенно приучают детенышей к обычной пище а также к ее добыванию вскоре подросшие лисята начинают ходить с отцом и матерью на охоту играя между собой приставая к старшим подчас подвергая опасности всю семью со времени гона до окончательного выхода лисят из норы проходит около 6 месяцев спустя это время лисята вполне вырастают и могут жить самостоятельно самцы уходят на 20 40 километров самки на 10 15 чтобы начать новый цикл жизни а если у лисицы враги помимо блох и клещей она же как-никак почти волк хоть и маленькие рыжий конечно есть как ни странно это волк именно волки уничтожают большинство лисиц какие бы они не были кумовья помимо волков присутствует человек с капканами также на лис может поохотиться медведь и росомаха на лисят часто покушаются истребины да и кошачьи не остаются в стороне кошки с кисточками на ушах очень недолюбливают рыжих плутовок лиса конкурент рыси по поеданию мышек и прочей живности лиса не редко доедает остатки добычи рыси а рысь всегда не прочь вернуться к своим недоеденным трофеем поэтому то рысь и точит когти на лису у многих возникает вопрос а можно ли содержать такую красавицу дома в наше время кого только человек не заводит иногда не задумываясь каково самому животному тем не менее особо изощренные любители животинок обзаводится неожиданными видами за которыми нужен тяжелый уход но что не сделаешь ради пафоса и новых впечатлений да и селекционеры никогда не спят и для вас может быть приятной новостью то что существуют именно домашние лисы и это разработка советских ученых начиная с 50-х годов двадцатого века в новосибирском институте цитологии генетики родился амбициозный проект по поведению домашних лис уже через 10 лет селекция принесла первые плоды за основу эксперимента взяли самых обычных диких рыжих лисиц животных долгое время отбирали именно на основании одной лишь черты дружелюбия как ни странно выборка лис по характеру очень сильно отразилась на их будущем внешнем виде домашние лисы стали чуть меньше и чаще всего одеты в прекрасную белую шкурку как у песца кроме того и хвост стал более закругленный а уши более висячие новую породу назвали в честь их создателя дмитрия беляева беляевские лисы очень дружелюбные и игривы однако стоит учесть некоторые факты важные в содержании лис а то сейчас ломя голову понесетесь заказывать такую красавицу во первых лисы по своей природе это одиночки им непонятная иерархия которая царит волчьей стаи или даже в человеческой семье в этом лисы больше похожи на кошек хоть и относятся к семейству псовых лисе нужен просторный вольер если вы не выделите для животинки пространство хотя бы в треть стандартной комнаты то она будет чувствовать себя очень плохо если же вы дадите ей возможность гулять по всему дому то вся обувь и мебель будут приведены в крайне состаренный погрызенный вид и в туалет она будет ходить где попало кстати об этом домашнюю лисичку как и кошечку можно приучить к лотку но это весьма долго и нужны специальные методы дрессировки кстати какахи лисицей имеет очень резкий запах и за ней нужно часто убирать но человеку почему-то обязательно нужно было ее приручить ведь лиса по сути дикое лесное животное и никакая квартира и не зоопарк не заменит ей свободы где наша рыжая красавица свободно выберет себе подходящего лиса который выроет ей самую идеальную нору и вечерами он будет нежно выкусывать ей блох смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля и пока